ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В России вступает в силу закон, предусматривающий ответственность за выброс мусора из автомобиля Данный проступок можно будет фиксировать в том числе с помощью дорожных камер Физическим лицам будет грозить штраф от 10 до 15 тысяч рублей При повторном нарушении от 20 до 30 тысяч Юридическим лицам придется раскошелиться на более серьезные суммы От 30 до 50 тысяч и от 60 до 100 тысяч рублей в случае рецидива Плюс они рискуют лишиться транспортного средства посредством его конфискации ТРАССА 101 Ужесточено наказание и для тех, кто садится за руль в статусе лишенника Чем больше раз это сделал, тем серьезнее ответственность Первый штраф от 50 до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 200 часов Второй штраф от 150 до 250 тысяч рублей, либо обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы сроком до одного года Третий и последующий штраф от 200 до 300 тысяч, либо обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет В качестве дополнительной меры предусмотрено изъятие транспортного средства ТРАССА 101 Дороги в России собираются ремонтировать реже Новую периодичность хотят утвердить с 1 сентября этого года При этом, подчеркивается, не должна пострадать безопасность движения и не должно увеличиться финансирование В целом, согласно новой пятилетке дорожного строительства и ремонта К концу 2027 года в нашей стране в нормативном состоянии должны находиться 85% автотрасс, в том числе региональных Пока эта цифра значительно различается в зависимости от субъекта Где-то процент соответствия доходит почти что до сотни, а где-то составляет всего лишь порядка десяти ТРАССА 101 В первой половине июля бензин в России немного подешевел По данным Росстата, средняя стоимость литра 92-го опустилась до 47 рублей 15 копеек 95-го 51 рубля 21 копейки Почти что 54,5 рубля стоит в среднем литр дизельного топлива Кстати, на днях некоторые СМИ сообщили о том, что в Центральной России на АЗС Автовладельцам запретили заправлять машины под завязку Якобы это объясняется вероятностью нехватки горючего в сезон отпусков Однако эти данные были быстро опровергнуты разными источниками ТРАССА 101 На московских дорогах успешно испытали отечественную систему управления движением Которая позволяет с автомобилем общаться между собой Установленные в машинах специальные приборы Перехватывают друг у друга данные о дорожной обстановке И информируют водителей о необходимости снизить скорость, перестроиться или остановиться Тесты проходили по разным сценариям ДТП, дорожные работы, плохая видимость, скользкий асфальт, заторы и так далее Внедрение данного ноу-хау, надеются разработчики, позволит увеличить пропускную способность автотрассы и безопасность участников движения На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101 До свидания ТРАССА 101